В северных районах Китая ликвидируют последствия паводка. Поднебесные выросли объемы грузовых и пассажирских перевозок. В Чанчуне прошел день открытых дверей военно-воздушных сил NOAC. Участники универсиады в свободное время знакомятся с культурой Китая. Мощный тайфун накрыл северные районы Китая. Сильные ливни вызвали наводнения в Пекине и провинции Хэбэй. В китайской столице 13 человек числятся пропавшими без вести, 11 погибли. В их числе двое спасателей, которые участвовали в поиске и эвакуации. На фоне экстремальной погоды в стране председатель КНР Си Цзиньпин выступил с поручением усилить работу по поиску пропавших без вести, а также по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших. В конце прошлой недели, впервые с 2011 года, в Пекине объявили красный – наивысший уровень метеоопасности. По данным метеорологов, за несколько дней в столице выпала месячная норма осадков. Ливень изолировал низинные районы, затопил улицы и станции метро. Потребовалась эвакуация более 30 тысяч человек. В соседней провинции Хэбэй пожарные спасли человека, застрявшего в заглохшей машине, после того, как водитель попытался проехать по затопленной дороге. Сейчас дорога закрыта, дождь здесь очень сильный. Мы продолжим противопаводковые работы, чтобы обеспечить безопасность людей и их имущества. Председатель КНР потребовал от местных властей и экстренных служб срочно восстановить поврежденную инфраструктуру, работу транспорта, связи, электро- и водоснабжения. С начала недели осадки стали ослабевать, и пекинские метеорологи понизили уровень опасности до желтого – третьего по значимости. При этом уровень реагирования остался наивысшим. Сейчас внимание властей сосредоточено на возможных последствиях паводка, таких как оползни и сели. В Китае растут объемы коммерческих грузовых и пассажирских перевозок. Статистику по итогам первого полугодия обнародовал Минтранс. Более 4,3 миллиардов пассажиров. Рост составил 56%. И 26 миллиардов тонн грузов. Почти на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти цифры свидетельствуют о том, что экономика страны продолжает восстанавливаться после пандемии. Такой вывод делают представители министерства. Показатели значительно превысили допандемийный уровень. В первом полугодии количество городских пассажирских поездок достигло 45 миллиардов. Это на 15% больше, чем за тот же период в прошлом году. Количество поездок на небольших автобусах по автомагистралям составило почти 12 миллиардов, показав рост на 39% в годовом исчислении. Чиновники также предусмотрели целый ряд мер по поддержке инвестиций в сфере транспорта, чтобы расширить внутренний спрос и содействовать качественному развитию во второй половине года. Кроме того, в Минтрансе создали специальную рабочую группу для обеспечения функционирования и безопасности транспортной инфраструктуры после недавних сильных ливней, которые обрушились на Китай. Самое главное – обеспечить безопасность пассажирских перевозок, подчеркнули в министерстве. Головокружительные пируэты H-K только похож на свою первую модификацию H-6. Он претерпел значительные изменения. Здесь установили новые турбореактивные двигатели, модернизировали кабину экипажа. Теперь он способен нести боевую нагрузку до 12 тонн и обладает боевым радиусом действия до 3000 километров. Изменились и люди, говорят опытные военнослужащие. Теперь у молодежи шире кругозор и активнее мышление. Молодых пилотов обучают в соответствии с их индивидуальными особенностями, чтобы помочь как можно быстрее овладеть боевыми навыками. Участники всемирных студенческих игр в свободное от соревнований время продолжают знакомиться с местной культурой и традициями. Особой популярностью у гостей пользуется кухня провинции Сычуань, в том числе местные сорта чая. Я люблю чай, постоянно пью его у себя дома в Польше. Здесь мне очень понравился зеленый и жасминовый. Я купила их в подарок своим родным. Войко расходятся сувениры, в том числе с изображениями панд. Для гостей и участников универсиады организовали экскурсии на уникальную, крупнейшую в Китае научно-исследовательскую базу по разведению больших панд. Это самое милое животное, которое я когда-либо видела. Я впервые в Чэнду. Очень красивый город. Игры организованы просто отлично. До конца универсиады остается несколько дней, поэтому гости и участники торопятся за оставшееся время еще больше узнать о городе Чэнду и о жизни в Китае.